В современном мире ни одна отрасль экономики и сельскохозяйство не может обойтись без достоверной информации о погоде и состоянии окружающей среды. Благодаря плодотворному труду специалистов Гидрометеорологическая служба принимаются своевременные меры по предотвращению ущерба от неблагоприятных погодных условий и загрязнения окружающей среды. Их деятельность позволяет оценивать последствия влияния внешних неблагоприятных факторов на здоровье населения. В Чувашском республиканском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, находящемся на территории нашего города, работают в основном женщины. Именно благодаря им мы узнаем, какая погода нас ожидает, а следовательно, как нам одеваться. День проходит у меня очень интересно. Принимаем дежурство, потом приступаем к расшифровке ежедневных метеорологических телеграмм по всем метеостанциям. Потом идет подъем и обработка карт метеорологических и высотных. Работа у нас круглосуточная, то есть в течение суток синоптик не только делает прогноз, но он и следит вообще за погодой. С утра начинается, вот Татьяна Павловна у нас подготавливает нам картекси, а потом уже начинается наш интересный, увлекательный процесс. То есть нужно отследить, откуда придет погода, что с ней происходит, как будет двигаться, что принесет. Вот составляется прогноз погоды, все это мы фиксируем. У нас есть отдельный прогноз погоды, мы составляем для СМИ. Находится в центре и отдела гидрологии. Здесь ведется наблюдение за реками Республики, а также на Чубаксарском водохранилище. Методы у нас неприхотливые. С помощью реек измеряем уровни воды, с помощью термометров измеряем температуру воды и воздуха. А есть у нас еще прибор вертушки. Вот поступила новая к нам вертушка. Мы измеряем расходы воды. Вот так у нас собирается вертушка. Попустыряется на штанге. И измеряется скорость течения. Передается вот на этот прибор. Сигналы. Измеряется скорость течения. Потом рассчитывается расход воды. Также в центре работают группы агрометеорологических и гидрологических прогнозов. Я проверяю приходящую с наших станций и постов отчеты. Записываю свои журналы, переношу их в компьютеры, выявляю ошибки, справляю. Затем данная информация отправляется в Нижний Новгород. Уже собирается там. Информацию по договорам выдаю раз в месяц. По температуре, по осадкам нужны. Каждые 10 дней моей напарницей Снежаной составляются агротелеграммы, которые я также расшифровываю. Значу свои журналы. В эти телеграммы входит среднедекадная температура, осадки, количество осадков. Данные снегосъемки – это высота снега, плотность снега, глубина промерзания, температура почвы на глубине узла окущения растений. Гидрология включает в себя обширный фонд деятельности во всех сферах обслуживания народного хозяйства. Это и сельское хозяйство, и энергетика, и проектная организация, а также частный сектор гражданского населения. Чем занимаются гидрологи Чувашского гидроцентра? Это, во-первых, оцениваем сложившиеся гидрометаллогические условия на гидрологический режим рек. Все это сравнивается с многолетними нормами, действующие на территории Чувашской республики непосредственно. После чего подготавливаются оперативные гидрологические материалы, доклады, также предупреждения о возникновении опасных гидрологических явлений. Есть в центре и лаборатория, в которую входит группа по мониторингу загрязнения поверхностных вод. На каждый показатель всего у нас 33 по поверхностным водам. Есть специальная методика, то есть по методике, специальное оборудование, посуда, химреактивы. Есть разные виды, то есть весовые, то есть с помощью весов только длинновзвешенные, например, вещества. Есть с использованием приборов, фотометрические в основном у нас, это ионы, аммония, нитритов, нитратов, железа, медь, цинк. Здесь обрабатывается информация не только по температуре воздуха, плотности вод на реках и направлениях течения, но и направлении скорости ветра, а также плотность снега. Еще раз хочется отметить, что самочувствие и здоровье миллионов людей, их психологический комфорт во многом связан с точностью и оперативностью этих прогнозов. В преддверии нашего профессионального праздника хочу от всей души поздравить всех людей, которые когда-либо работали в гидромедслужбе, работают сейчас или учатся и будут работать у нас, с нашим таким большим, хорошим, добрым праздником. Потому что гидромедслужба это очень важная служба, она нужна людям, и значит мы тоже нужны людям. Хочу пожелать в первую очередь, конечно же, здоровья, успехов в труде, хорошей погоды и поменьше каких-то штормовых и неблагоприятных явлений. С праздником!